В темном переулке грабитель устанавливает педа Петлюху. Давай деньги и не вздумаешь уметь. Дед Петуха говорит, я ничего не имею против, чтобы быть ограбленным, но у меня особо нет денег, давайте я буду вам нужен. Ты что-то сказала, дорогая? Да, милый, но это было вчера. Воспитательница говорит, дети, немедленно разгажите меня. Дети хором, неа, кашу есть не будем. Я как ваш адвокат сделал все, что мог. Но ведь вы только накатили выскоря и помолились. Все, что мог сделал, все, что мог. Сочинские такси поставят вас на любое место седыми и невредимыми. Это вам принадлежит этот автомобиль? Ну, частично. Это как это? Ну, оформлен он на жену. Ездит на нем сын, иногда за город выезжает и дочь, а если требуется менять колесо, то он мой. Когда-то я хорошо выглядел на фотографиях, но качество фотоаппаратов с каждым годом снижается. Самое тяжелое для жены моряка это ждать. День за днем, час за часом. Ждать, пока муж уедет в море. Маглана, а помнишь, как у меня 41-го много болело? Помню, петуха, как можно не помнить такое? А помнишь, как у меня 42-го много болело? Помню, помню, как можно такое забыть? Так вот, надел я 43-й и теперь ничего не болит. Именно у нас появились первые социальные сети. Стоило на заборе написать «Матрюна», так сразу появлялись и статусы, и комментарии. Вчера был в караоке-баре и там напился. Ты, наверное, хотел сказать «Напился». Ну и напился тоже. Подписываемся, кликаем на колокольчик.